Я даже не знаю, что может быть важнее. If, else, if. Был на 140 комментов. Как писать качественный код. Ужас же уже не будет. В общем, у меня нарастает какой-то внутренний протест. Классно, 10 тысяч срок. Ну, в общем, как-то так, да. Всем привет, вы на канале MGC, с вами Настя. Сегодня мы с вами обсудим очень-очень важную тему. Я даже не знаю, что может быть важнее. Так что, если вы знаете, напишите в комменты. Тему качества нашего кода. Потому что мы, как инженеры, разработчики, или, возможно, вы только хотите стать инженером-разработчиком, не суть. Мы можем разобраться в любой технологии. Мы можем придумать любой solution, который будет работать. Наша программа обязательно будет работать. Но насколько это будет качественно? Насколько наш код будет поддерживаемый через 5 лет, 10 лет? Как сделать так, чтобы, не знаю, через 5 лет какой-нибудь Вася Пупкин не открыл ваш код, и его не хватил сердечный приступ? Конечно, это все шутки, но если вы работали на старых проектах, например, вы прекрасно знаете, о чем идет речь, да, когда ты открываешь этот код. Классно, 10 тысяч срок, и ты просто не можешь прочитать ни строчки. Ты просто постоянно сбиваешься и думаешь, когда же это закончится. Но даже если вы не сталкивались с таким, то в любом случае вам будет полезно знать, как писать качественный код, как рефакторить, как не краснеть за свой код. Например, когда я только начинала, мой первый pull request был на 140 комментов, за что мне очень стыдно. Но с того момента я решила, что нужно шаг за шагом двигаться и улучшать качество того, что я пишу. И сегодня мы с вами коснемся того, чем программисты пользуются каждый день. Это, казалось бы, на первый взгляд простейшая конструкция if-else-switch-case, но там есть очень много нюансов. Давайте посмотрим на них внимательнее и решим, когда же все-таки можно использовать, а когда нет. Как наш код сделать красивее? Так, а теперь пойдемте в код. Вот у нас есть класс Message Sender. Значит, он у нас довольно-таки тривиальный, занимается отправкой письма, и перед отправкой ему нужно определить, какое письмо ему отправлять – личного характера или по бизнесу. Давайте представим также, что за тип у нас отвечает некий код, который хранится или в базе, или где-то забит статически, вообще не суть. Да, у меня тут есть некий Message Sender Util, который мне возвращает там единичку. В зависимости от этого кода мы определяем наш тип. Ну, вы видите, у нас здесь if, else, if. Мы все делаем таким вот образом. Но что произойдет, если нам нужно будет добавить еще несколько типов, да? Например, у нас есть Type Business, а мы возьмем и добавим, не знаю, еще парочку чего-либо прямо сейчас, онлайн, в прямом эфире. Например, это будет Apologi, ну и какой-то там, не знаю, бизнес 2, пусть будет, не суть, да? Соответственно, что нам нужно будет сделать для того, чтобы обрабатывать эти типы? Нам нужно будет добавить еще парочку coils, if-ов, ну и добавить, соответственно, несколько методов, которые будут отвечать за контент в этом классе, за определение контента, если быть точнее. Ну и наш код будет разрастаться, разрастаться. Сейчас мы посмотрим на этого монстра. Ну, примерно вот так будет выглядеть вся эта монстрятина, не говоря уже о том, что это абсолютно нечитабельно. В общем, у меня нарастает какой-то внутренний протест, когда я вижу больше, чем 2Ls, if-ов, не знаю, как у вас. Если вы любитель таких конструкций, то можете написать в комменты, обсудим. И, конечно же, допустим, вы сделали такой код, решили выкатить pull request, не знаю, ну, в общем, какое-то ревью провести, да? Подойдет к вам ваш коллега, который опытнее вас или ваш лид, ну и что он вам скажет, да? Типа, ну, вообще как-то выглядит просто ужасно, давай как-то это зарефакторим, да? И он будет прав. Ну, вы сядете на двоих, подумаете, ну, что нам делать? Естественно, первое, что приходит в голову, это сделать switch case. Вот мне бы первое, что пришло в голову, это switch case. Окей, давайте переделаем это все на switch case конструкцию. case там, пусть у нас будет единичка, там, не знаю, равен. Ну, в общем, что-то здесь происходит. Break, case 2, и погнали дальше, да? То есть, грубо говоря, если мы сейчас добавим все наши возможные варианты, а их может быть очень-очень много, ну, допустим, представьте, что здесь у нас разные коды, но суть от этого не поменяется, да? Мы отойдем от else if, но все это превратится, все в такого же огромного монстра, который абсолютно нечитабельный, и мне кажется, что может быть хуже, чем куча else if, это куча кейсов в switch, да? Опять же, вернемся, абсолютно нечитабельно. Null Pointer может быть, ну, практически на каждом шагу, и распространенная ошибка switch case — это то, что очень часто программисты забывают написать break. Такой интересный нюанс, да? Как-то я смотрела видео-лекцию одного программиста, и он там задал очень интересный вопрос. Мол, ребята, скажите, вот сколько вам кажется нормальным кейсов в switch? Ну, 5, 10, 15, сколько? Кто-то ответил 5, кто-то 10, не суть. Ну, в общем, он зацепился за один из ответов, мол, 10 — это нормально. Ну, хорошо, 10 — нормально. Вот мы открываем код, да, у нас там уже есть 10 кейсов. Ну, давайте добавим 11-ый. Ну, типа, и так все плохо, давай добавим еще один. Ну, хуже же уже не будет. Поэтому switch case — это такая очень большая ловушка. Каждый будет добавлять туда новые варианты постоянно, и всем будет казаться, ну, хуже уже не будет. Поэтому следите за этим и обязательно думайте, прежде чем что-то делать. На что же можно нам заменить switch? Из распространенных подходов в основном это map или inam. Мне больше нравится подход с inam, поэтому мы начнем с него и коснемся map вскользь в конце. Так, для начала давайте просто избавимся от наших вот этих вот непонятных методов, которые нам возвращают наполнение для письма. Я уже не буду там сильно по пакетам раскидывать. Прошу меня за это простить. Создадим какой-нибудь mail-template-интерфейс, в котором у нас будет метод, который возвращает стрингу. Пусть будет get-template. И создадим несколько имплементаций. У нас был бизнес-mail. Пусть он у нас будет имплементить наш mail-template. Ну и здесь мы будем что-то возвращать соответственно. Пусть будет hello. Ну и personal mail-template тоже добавим. Он у нас тоже будет имплементить интерфейс mail-template. Тоже переопределим у него метод. Пусть возвращает тоже hello. Нам не суть на самом деле. Да, то есть мы перенесли, мы перенесли наш контент, мы разнесли наш контент по разным имплементациям. И теперь, ну давайте избавимся от этого всего сразу. И, соответственно, раз это инам, пойдем делать инам. Если вы плохо знаете инамы, то почитайте про это. Сейчас мы не будем сильно касаться всех нюансов, но про это стоит почитать. Что мы сейчас с вами будем делать? Мы с вами будем выносить наши типы в инам. Да, у нас там был. Соответственно, нам нужно как-то смапить наши коды. То есть у нас там personal — это нолик, бизнес — это единичка. Давайте это и сделаем. И что я хочу сделать дальше, это добавить сюда имплементации. Давайте их сначала добавим, потом поговорим про это. То есть у нас за personal будет выступать personal mail template. И за бизнес у нас будет отвечать business mail template. Короче, все очень просто, как вы видите. Почему он ругается? Потому что нам нужно добавить конструктор. То есть это будет type code, чтобы мы лучше понимали. Ну и, соответственно, нужно добавить нам переменные класса. Сейчас мы их добавим. Ну и здесь как бы все как обычно. Ну, в общем, как-то так. То есть сама идея состоит в том, что когда мы будем обращаться к какому-то айтему в инаме, то есть мы будем получать имплементацию и вызывать уже метод getTemplate на этой имплементации. Соответственно, чтобы нам как-то получить наш темплейт, нам нужно добавить сюда какой-нибудь метод, который будет определять по коду, какой нам темплейт нужен, какая нам нужна, собственно говоря, имплементация. Ну, здесь все делается довольно просто. Какой-нибудь, наверное, статический метод. GetTemplateByCode. Соответственно, будем принимать сюда сам код. У инама есть метод values, который нам позволяет достать все values из инамы и проходиться по ним. Поэтому воспользуемся им. Вот он, values. Ну, что там у нас? Соответственно, если TypeCode равен коду, по которому мы ищем, мы его и возвращаем. Здесь такая маленькая оговорочка. Видите, да, мне нужно что-то вернуть в случае, если не будет найдено значение. Вообще, как бы, есть несколько подходов, как делать это в инаме. Здесь уже решать вам. Можно возвращать пустой объект. Я обычно так делаю. Можно возвращать просто null. Но, опять же, здесь будьте очень осторожны, потому что null — это потенциально null pointer. И если он произойдет, то вы вообще не сможете отследить, откуда он, почему произошел. В общем, очень долго времени уйдет на понимание, почему вообще что-то случилось. Поэтому я вам советую не кидать null здесь. Я просто сейчас кину exception. Это вот третий вариант. В данном случае неважно, но там сам месседж пусть будет. Код не найден. Whatever. Ну и добавим getter на наш personal mail template, чтобы мы могли к нему обратиться. Вот. Вот что у нас по итогу получилось. Так. Давайте обойдемся пока просто кодом personal. Вот. Соответственно, наш месседж-сендер как будет выглядеть после рефакторинга. От этого всего мы тоже можем избавиться. Нам это больше не нужно. Прощай, свитч. Разрыва сердца не будет у Васи и Васечкина через пять лет после того, как он ваш код увидит. Так. И что мы здесь будем делать? Мы возьмем наш месседж-тайп и нам. Получим код по айдишке. Обратимся к имплементации и заберем у нее template. Ну и, соответственно, потом мы это передадим куда нам нужно. В нашем случае это месседж-сендер-утил. Так. Сделаем вот так. Вот как-то так. Ну, согласитесь, выглядит гораздо лучше и гораздо читабельнее, когда вы это увидите. Поэтому я вам рекомендую использовать и нам. Единственный вопрос здесь может состоять в том, что, опять же, когда мы обращаемся к нам, он нам будет инициализировать все значения. То есть если у нас здесь будет как-то там, не знаю, пять имплементаций, то, в общем-то, не суть. Пусть их будет пять. Сильно нам это не помешает, но если их там будет очень-очень много, то, возможно, это как-то аффектнет память. Поэтому я вообще приверженец того, чтобы делать своего рода лейзи-инициализацию в нами. То есть инициализировать объект только по требованию. Для этого нам нужно будет сделать следующее. Мы будем делать вот так. Нам придется поменять наш конструктор. Будем брать все классы, которые наследуют mail-template. А вот в чем проблема. У меня вот здесь была ошибка. Вот так. Теперь у нас и бизнес заработает. Пусть у нас будет и бизнес с кодом 1. Вот. И, конечно, переменную класса тоже поменяем. И будем возвращать new instance при обращении. Давайте здесь тоже поменяем, чтобы никого не путать. Сразу все. Конечно, лучше делать это не ручками, но я все время делаю все. Так. И что у нас тут? Добавим exception. Вот так вот. Теперь, если вы будете обращаться через getPersonal. Ну, в общем, когда вы будете брать mail-template, вы будете каждый раз брать new instance. Теперь давайте пойдем посмотрим на использование мапы. Я здесь немножечко накидала, чтобы показать. Ну, здесь как бы с мапой все просто. Мы просто мапируем код и значения. То же самое, что мы, в принципе, делаем в Unami только через мапу. Вот, например, template-handler, который у нас содержит мапу. Integer получается код. Mail-template — это имплементация. Ну, и, собственно говоря, когда нужна какая-то имплементация, вы обращаетесь к мапе, а не к нам. Вот, в общем-то, и вся разница. Инициализировать эту мапу можно по-разному. То есть я это сделала как-то вот так. Но это можно делать динамически, можно делать, ну, в общем, как хотите. То есть, в принципе, подходы очень похожи. Мы просто мапируем код и значения. Но за счет этого ваш код становится куда более лучше, качественнее. И вообще я бы настоятельно рекомендовала перестать использовать Switch. Потому что Switch — это сам по себе антипаттерн, особенно там 7-й, 8-й Java. И если вы хотите, чтобы ваш код был менее грязным, лучше вообще обходиться без него. Но если вы знаете, в каких случаях можно и лучше использовать Switch, напишите в комменты, потому что мне тоже интересно. Я использую только в тестах. Ну, и если, там, не знаю, использую какой-то старый код, и мне приходится обращаться к уже написанным методам, тогда ладно. Вот, в общем-то, и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Особенно пишите, когда нужно использовать Switch, потому что мне это очень интересно. Ждем вас на следующих видео. Всем хорошего дня.